Памятник Илье Муромцу поставлен не так давно. Если присмотреться, он одет в православную рясу, а поверх нее уже доспехи, кольчуга и все остальное, что положено русскому витязю. А смотрит Илья Муромец на тот берег Аки. И кроме того, он смотрит на рассвет. Муром этот монастырь заложил еще князь Клеб, сын Владимира Красносолнышка. Ну, конечно, выглядели его тогда не так, как сейчас. А вот эти здания появились по указанию Ивана Грозного, который перед походом на Казань остановился здесь, в этом месте, со своим войском, молился и дал обет, что если с Казанией все будет норм, то он построит в Муроме новые каменные храмы. Ну, он задержал свое слово. Вот новые каменные храмы стоят. В часовне Костнице останки монахов и прочих уважаемых людей. Считается, что они похоронены так же, как в земле, потому что находятся они ниже уровня земли. Помни всякий брат, что мы были как вы, и вы будете как вы. Часовная Костница единственная на территории современной России Костница. Здесь очень много птиц, в том числе райская. Райская. Там еще птички есть. Смотри, Марик, там еще есть птички. Пойдем. Пойдем. Пока все. Какой кот косили. Капустное поле у монахов. Так. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Мощи Ильи Муромца находятся вот в этом храме. Они вмонтированы в его скульптурное изображение. В скульптурном изображении Илья Муромец держит одну руку на груди, в ней находятся мощи, а в другой руке у него меч. На территории Мурома множество монастырей и церквей, но Спасо-Преображенский собор самый древний. Илья Муромец вроде бы персонаж былинный, мифологический, но родился он вот здесь, в селе Карачарова под Муромом. Есть множество свидетельств того, что все-таки Илья Муромец был, существовал. Например, в Киево-Печорской лавре похоронен монах Илья. Археологи датируют эти останки 11 веком нашей эры. Ученые взяли останки монаха Илья на экспертизу. И оказалось, что принадлежали они крупному очень человеку, ростом 170 сантиметров. В то время это был очень большой рост для человека. Кости указывали на то, что у этого монаха-воина была сильная мускулатура, и погиб он от удара копья или меча в область сердца. То есть был воином. Кроме того, интересен тот факт, что советские ученые обнаружили по мощам монаха в Киево-Печорской лавре, что, скорее всего, у него был паралич конечностей какое-то время, что соответствует легендой про Илью Муромца, который вот здесь, в селе Карачарова, 30 лет лежал на печи, поскольку не мог ходить и поднимать что-то руками. Еще одна часть мощей Ильи Муромца хранится в Часовне Свято-Троицкого храма. Очень неожиданный концерт вот в этом месте. Но время такое. Всякие неожиданности происходят, только всем Муромец. Только про молитву не забудь. Я благословлю каждый твой новый день. Даже если вода мне ты мишень. Я передам всем, кто будет в тебя стрелять. Тебе еще не время умирать. Случайно побывали на фестивале патриотической песни в Карачарова. Это место рождения Ильи Муромца. Все не случайно. В 15 былинах об Илье Муромце фигурирует князь Владимир Красный Солнышко. Но вполне возможно, что это уже собирательный образ князя, как и собирательный образ Ильи Муромца. И вполне возможно, что служил Илья Муромец не Владимиру Красный Солнышко, а, например, Владимиру Мономаху. Это больше подходит под дату смерти, предполагаемую, Илье Муромца, монаха Ильи в Киево-Печорской лавре. Очень много манящих вот таких в старых домах проходных дворов. Но когда заходишь внутрь, то лучше получи вот так. А чаще всего какой-нибудь индустриальный, постиндустриальный пейзаж. Но сами проходники хорошие такие. И вот центральная улица Мурома такая. Очень, очень много зданий, постройки конца 17-го, 18-го, 19-го века. Ну, может, про конца 17-го я так еще и преувеличил. Но, в принципе, архитектура интересная. По городу гулять приятно. Вот проходной двор. Витрина закрытого, видимо, магазина. А если наверх посмотреть, прекрасный такой классицизм. Даже на витрине проклятых микрозаймов мы видим ромашки. Это символ Петра и Февронии. Тоже местные персонажи. Петр и Феврония. Ну, все, наверное, знают, не буду объяснять, кто это такие. Сетевых московских названий не так много на улицах. Зато вот здесь Владбанк. Или кальянный бар Тяга. Реклама в этой обложке. Многое в Муроме отделано, сделано. Но есть и какие-то удивительные места разрушены. Вот, например, очень эпичная стена дома. И окна видно небо. Но количество старых зданий на улицах Мурома просто поразительно. Все их можно ходить, разглядывать. Трогать руками. Вот такие зоны отдыха для желающих есть в центре. Что вот это за интересное здание? Я не удосужился ни у кого спросить. Или погуглить в интернете. Но тоже где-то в центре. Центр не очень большой. В Муроме есть парк отдыха для горожан. Вот он со моей спиной. Там качели, карусели, аттракционы. Находятся он не так далеко от центра. Ну и напоследок Мурой можно сфотографироваться вот на этой скамейке. Ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok